Хорошо, у нас уже время нашего эфира подходит к концу, тогда мы перейдем к чтению статьи Конституции. Сегодня у нас по плану статья 103.1. Она звучит следующим образом. Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц. Прядок осуществления парламентского контроля определяется федеральными законами и регламентами Палац Совет Федерального Собрания. Вот такая статья небольшая. Максим Радович, прокомментируйте, пожалуйста, вот о чем это. Немножко со звуком были проблемы, я там чуть-чуть не расслышал. Так, ну еще раз тогда прочитаю. В статье 103.1 Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящих в компетенцию этих органов и должностных лиц. Порядок осуществления парламентского контроля определяется федеральными законами и регламентами Палат Федерального Собрания. Да, вот Государственная Дума как орган власти осуществляет свой парламентский контроль. И вот в этой статье Конституции как раз регламентируются, какие полномочия есть у этого контроля. И дальше уже на этой основе выстроена законодательная база, четко формулирующая как раз функции вот этого контроля и Государственной Думы. Ну, это, по сути, депутатские запросы, которые отправляются из Государственной Думы в любые государственные органы. И они должны быть рассмотрены в приоритетном порядке, вот скажем так. Ну, получается, эта статья была введена уже после проведения референдума, насколько я понимаю. То есть она регулируется также федеральными законами, да? Вот тут вот указано, определяется федеральными законами и регламентами Палат Федерального Собрания. Да, регулируется федеральными законами и регламентами. Спасибо. Андрей Аркадьевич, а вот в вашей Конституции есть вот что-то похожее? Какая-то вот такая статья, которая регулирует именно вот работу органов таких? Вы знаете, я сейчас так вот на память, на скидку не могу точно сказать, но, скорее всего, есть что-то зеркальное. Вообще, эта статья очень уместная. Почему? Потому что законодательный орган власти, да, если говорить о депутатском корпусе, это законодательная власть, стоит над исполнительной властью. Исполнительная власть – это орган подчиненный законодательный, потому что законодательная власть определяет правила, рамки и так далее, да, для всего государства. А исполнительная реализует в русле этих определенных рамок принятые решения. Поэтому это дополнительный элемент администрирования принятых законов, которые уже должны быть исполнены. То есть это, знаете, вот в моем понимании, это шаг к так называемому сквозному администрированию. То есть от момента принятия решений до момента достижения результата по тем контрольным параметрам, которые были заложены в это принятое решение, чего нужно достичь. Поэтому считаю это своевременным, особенно сейчас, в условиях, когда мы будем трансформироваться, скорее всего, и в системе федеральной власти, и в системе муниципальной, и областной, и губернатской. Будут, скорее всего, идти трансформации, связанные с повышением и совершенством системы управления. На переходных процессах самое важное всегда имеет значение – контроль. И я думаю, что это вот как раз с этим связано. У нас есть подобные права у депутатов, у депутатского корпуса писать свои депутатские запросы, контролировать реализацию и исполнение решений, которые были приняты ранее. И, в принципе, считаю, что это очень уместная статья, очень правильная. Она действительно с управленческих даже позиций, она своевременная. Ну, то, что надо, как говорится, вот так. Субтитры создавал DimaTorzok